Добрый день, глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Хотелось поговорить об актуальной проблеме кровотечения после операции на гепатопанкреатодоидональной зоне. Заявляю об отсутствии финансовой заинтересованности. Итак, хирургические вмешательства на органах данной локализации являются сложными. Ввиду этого они несут в себе риск осложнений, в том числе и сосудистого характера. Рассмотрим операции на поджелудочной железе. Кровотечение после панкреатодоидонектомии является потенциально смертельным осложнением. Переоперационная смертность в высокопотоповых центрах не превышает 3%. Кровотечение после операции на поджелудочной железе встречается в 10% случаев и характеризуется высокой смертностью. Ее смертность может достигать 38%. Международная исследовательская группа панкреатические хирургии предлагает разделять кровотечение по срокам начала. Это раннее кровотечение до 24 часов от момента операции. И отсроченное более 24 часов. По локализации это интралюминальные или экстралюминальные кровотечения. И по тяжести кровотечения предлагается разделять на 3 степени A, B и C. Степень A – это кровотечение, возникающее на ранней стадии после операции, не оказывающее серьезного клинического воздействия, не требующее интенсивной терапии или какого-либо вмешательства. Степень B – это раннее тяжелые или отсроченные легкие кровотечения, требующие переливания компонентов крови, наблюдения, выделения интенсивной терапии или лечебного вмешательства. И кровотечение степени C – это отсроченные и тяжелые кровотечения, требующие лечебного вмешательства. Их всегда следует рассматривать как потенциально жизнеугрожающие. Итак, различия ранних и отсроченных постпанкреатокномических кровотечений критически важны, ввиду разной частоты возникновения, этиологии и методов лечения. Ранние кровотечения в течение первых 24 часов после операции обычно вызваны техническими особенностями или недочетами именно оперативного вмешательства и, как правило, требуют немедленной экстренной лапаротомии. Отсроченные кровотечения после реакции поджелудочной железы возникают чаще и приводят к более высокой смертности. Смерть может достигать 50%. Также отсроченные кровотечения чаще имеют артериальную природу и в третьих случаях обусловлено развитием ложных аневризм. Операции на печени. В 70-х годах смертность интероперационная составляла 20%, причем в 20% случаев причиной являлось кровотечение. С развитием технологий, совершенствованием методик оперативных вмешательств, интенсивной терапии, медикаментозных препаратов, смертность в высокопотоковых центрах в данный момент не превышает 5%. И также у пациентов, перенесших гипотектомию по поводу первичных или вторичных злокачественных новообразований, несколько исследований показали, что кровотечение послеоперационное и необходимость переливания компонентов крови не только отрицательно влияют на переоперационный исход, но также и на долгосрочный прогноз. Как же эволюционировано понятие кровотечения после операции на печени? Можно посмотреть по таблице и до определенного момента не было унифицированного понятия кровотечения. В связи с этим международная исследовательская группа печеночной хирургии ввела понятие постгипотектомическое кровотечение. Следует определять при снижении уровня гемоглобина более 3 грамм в децилитре в послеоперационном периоде по сравнению с исходным послеоперационным уровнем гемоглобина, то есть именно сразу после операции и или любым послеоперационным переливанием ретроцитарной массы при снижении уровня гемоглобина и или при необходимости повторного инвазивного вмешательства, например, выполнение эмболизации или повторной лопатроитомии для остановки кровотечения. Предложена классификация, также разделенная на 3 степени ABC, степень A. Это кровотечение, требующее переливания до 2 единиц эритроцитарной массы. Смертность в данном случае примерно составляет 1,4%. Кровотечение степени B. Это кровотечение, требующее переливания более 2 единиц эритроцитарной массы без инвазивного лечения. Смертность в данной группе пациентов примерно составляет 25%. И кровотечение степени C. Это кровотечение, требующее интервенционного вмешательства или повторной лопатроитомии. Смертность будет составлять примерно 50%. Причинами кровотечения после операции на печени являются повреждения печеночной вены в 33% случаев, повреждения паранхема печени в 25%, повреждения артерий в 16% и отсутствие конкретной причины в 25%. В случае повторного хирургического вмешательства предполагаемая смертность составляет приблизительно 9%, если операция проводится в течение 6 часов после начала кровотечения, и уже 25% более 6 часов. То есть здесь важна максимально ранняя диагностика, установление диагноза и лечебное мероприятие. Из-за меньшего риска интервенционное вмешательство радиологическое следует рассматривать как лечение первой линии у данной группы пациентов. Предлагается использовать такой стандартизированный алгоритм у пациентов с послеоперационным кровотечением. Мы видим в правой части, если пациент находится в нестабильном состоянии, в состоянии шока, тогда пациент доставляется непосредственно в операционную для лапаротомии. При стабильном состоянии и интервьюминальном кровотечении используется первым методом эндоскопия, эндоскопический гемостаз. При неинтравиминальном кровотечении всем пациентам выполняется компьютерная томография. И далее уже все зависит от находок. Если нет признаков активного кровотечения, тогда пациент переводится в отделение для наблюдения. Если есть активное кровотечение, тогда доставляется в рентгеноперационную для проведения эндоскулярного гемостаза. Что же должен знать интервенционный радиолог, проводящий вмешательство у данной группы пациентов? Мы должны знать досконально артериальную анатомию целиако-мезантериального бассейна, возможные пути коллатерального кровотока. Здесь есть несколько важных зон с выраженным коллатеральным кровотоком. Это бассейн селезеночной артерии, бассейн гастродоаденальной артерии, бассейн печеночной артерии. На слайде представлены варианты эндоваскулярного лечения. В левой части мы видим варианты эмболизации артериального кровотечения в зависимости от типа сосуда. Магистральный тип сосуда кровотока. И терминальный. Также все зависит от наличия возможных коллатералей. Мы выполняем или проксимальную эмболизацию, или проксимально-дистальную. У нас в середине слайда схема лечения ложных аневризм. Также возможно выполнение при узкой шейке выполнение эмболизации непосредственно полости аневризма. При широкой шейке необходимо уже моделирование шейки аневризма. И также возможно выполнение проксимальной и проксимально-дистальной эмболизации. Какие же ангиографические признаки кровотечения существуют в данной зоне? Это прямые признаки кровотечения. Мы их видим нечасто. Это экстравозация контрастного вещества. И непрямые признаки кровотечения, которые мы видим в большей части случаев. Это аневризма или ложная аневризма артерии. Узурация неровности контуров, обрыв артерии. Артериовенозный сброс, артериопортальная фистула. Какая-то неовосклеризация. Сейчас на данный момент не существует каких-либо конкретных клинических рекомендаций по поводу использования эмболизирующих материалов в конкретных случаях. Поэтому выбор предоставляется интервенционному радиологу в зависимости от ситуации. У нас в исследовании включено за 3 года 32 пациента. Преобладали лица мужского возраста 68%, в средний возраст 61 год. Преобладали кровотечения после операции на поджелудочной железе 56%. Источником кровотечения в большинстве случаев являлся бассейн гастродональной артерии 53% в случае. Селезеночная артерия на втором месте 32%. Ветви верхней брожейчной артерии 3% 9%. И ветви печеночной артерии 2% 6%. Какие же виды эмболизации и виды эмболизата мы использовали? В большинстве случаев были использованы микроспирали 56%. В 9 случаев 28% вводились эмболы. Имплантация стенграфта была применена у 4 пациентов 13%. И у одного пациента выполнена стенд-тестированная эмболизация. У 32 пациентов выполнено 36 эндовоскулярных вмешательств. Микрокатетер используется в 87,5% случаев. У 14 пациентов 43% используют доступ через верхнюю конечность. Рецидив кровотечения развел всего 2 больных, что составило 6,3%. Технический успех был практически 97%. Сроки госпитализации в средние 9 койко-дней. Умерло 3 больных, что составило 9,4%. Разрешить перейти к клиническим случаям. Пациентка молодого возраста ранее переносила инфицирован мелкоочеговый панкрионекроз с преимущественным поражением головки поджелудочной железы. Структуру холедыха. Лапатриотомия. Резекция общего пченочного протока. Формирование терминолатерального гипотика июна анастомоза. Через 8 месяцев после операции появились признаки желудочно-кишечных кровотечений в виде темного стула, анемии. По месту жительства в другом городе была выполнена компьютерная томография. Срезы 5 мм. И пациентка приехала к нам с данными КТ. Вот мы видим ложную аневризму в раннюю в артериальную фазу и в венозную фазу контрастирования отмечены красными стелками. 3D реконструкция ввиду 5-метровых срезов оказалась неинформативной. Однако нам удалось по данным КТ распланировать операцию эндоваскулярного мешальства. Была выполнена ангиография доступом через верхнюю конечность. Подтверждено наличие аневризмы. По данным КТ мы рассчитали размер инструмента. Было принято решение использовать стендграфт. Коронарный аневризм. На среднем слайде мы видим позиционирование стендграфта. И на правом слайде конечный финальный результат. Полость ложной аневризмы не контрастируется. Хороший клинический эффект. Пациент 67 лет. Хронический калькулезно-рецидивирующий панкреатит. Вирус углитиаз. Операция Фрея. В 2011 году. Протяженная декомпенсированная структура дистального отдела холедоха. Неоднократные дренирования, стентирования желчных протоков. И была выполнена лапаротомия. Формирование термина латерального гепатико-юно-остомозно-отключенной порой петли тонкой кишки. Мы видим, что операция была выполнена в середине мая. В начале июня был экстренно госпитализирован с признаками желудочно-кишечного кровотечения. По данным ангиографии, на предыдущем слайде было выявлено культя гастродональной артерии. Мелкие ветви. Было принято решение о выполнении эмболизации. Была выполнена эмболизация в собственной сфере. И по ангиографии была заподозрена какая-то невризма печеночной артерии. Но она не вызывала у нас подозрений. Через 4 дня у пациента развился рецидив желудочно-кишечного кровотечения. Была выполнена компьютерная томография. И мы уже видим огромную аневризму печеночной артерии. Размеры ее с широкой шейкой, представленную на правом слайде. Шейка в 2 раза превышает диаметр самой артерии. Было принято решение о выполнении стентоассетированной эмболизации. Подтвердили диагноз ангиографически. Далее на среднем слайде вы видите позиционирование стенто и микрокатетера параллельно двумя доступами. Первый через верхнюю конечность. Второй через бедренную артерию. По форме микрокатетера мы видим анатомию чревного ствола. Ход неровный. И справа финальный результат. Редукция кровотока. Несмотря на все наши усилия, через 12 часов после эмболизации развился рецидив желудочно-кишечного кровотечения. Пациент был доставлен экстренно в открытую операционную. Выявлен дефект. Выявлена полость аневризмы с нашими спиралями, со стентом. Произведено ушивание. Довольно тяжелая операция. После операционного периода на растволы полиоргана недостаточности. Пациент, к сожалению, скончался, несмотря на все усилия нашей команды. Что хочется сказать, что с данной группой пациентов может столкнуться любой интервенционный радиолог, выполняющий как плановое вмешательство. В связи с этим довольно актуально знание всех этих моментов и анатомии эмболизирующих веществ и эмболизационных технологий. Благодарю за внимание.